МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...по крупном размере, повлекшее лишение прав гражданина на жилое помещение, кража, пособничество, мошенничество. Следствием установлено, что с декабря 2012 по 2016 годы житель Тверской области, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, в целях незаконного обогащения и получения постоянных преступных доходов, создал организованную преступную группу, в состав которой вошли люди из его близкого окружения и знакомые, перед которыми он лично ставил цели и задачи, участвовал в разработке планов преступной деятельности, в подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе принимая непосредственное участие в них, а также распределял полученные преступным путем доходы. Основной целью преступной группы являлись имущественные преступления против собственности, мошенничество, совершенное путем лишения граждан права на жилое помещение с целью завладения чужим имуществом и последующего получения материальной выгоды в результате его отчуждения, а также хищение денежных средств с пластиковых банковских карт одного из потерпевших. Под прицел участников преступной группы, как правило, попадали одинокие, ведущие асоциальный образ жизни граждане, имеющие в собственности квартиры в Москве. Потерпевшим предлагалось купить квартиру на территории Тверской области за меньшую стоимость, а разницу использовать в качестве прибыли. Группа действовала с особой жестокостью и цинизмом, убивая членов семей потерпевших. А после того, как потерпевшие подписывали необходимые документы по купле-продаже квартир, участники группы угощали одиноких москвичей спиртным, в которые подмешивали снотворное, и после того, как потерпевшие засыпали, убивали их, топили, закапывали живыми в землю, расстреливали, тщательно скрывая следы на территории кладбища в Тверской области, устанавливая оградки и кресты соседних могил на место захоронения убитых. Установить всех участников организованной преступной группы, в составе которой 13 лиц, удалось благодаря целенаправленной работе сотрудников Следственного комитета по раскрытию преступлений прошлых лет во взаимодействии с Главным управлением уголовного розыска и Регионального управления МВД России. Следствием установлено, что черные риэлторы действовали в условиях строгой конспирации и дисциплины на протяжении пяти лет, начиная с 2013 года, на территории Московской и Тверской областей. Их внимание привлекали, как правило, одинокие граждане, имеющие в собственности квартиры в Москве. Жертвами стали 9 человек. Деятельность преступной группы пресечена 22 марта 2018 года. По данным следствия, фигурантам удалось осуществить незаконное отчуждение пяти квартир. Общая сумма похищенного имущества составила около 30 миллионов рублей. В патрульной службе мы сообщали о завершении расследования уголовного дела и направлении в суд в отношении одного из членов группы Насирова. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении 13 соучастников с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Среда, 30 октября, принесла в Тверь первый снег и мороз. Последствия не заставили себя долго ждать. Утром в среду поступило сообщение о перевернувшемся пазе 205 маршрута на улице Димитрово. По первоначальным данным пострадали три человека. Одну из женщин извлекали из салона сотрудники аварийно-спасательной службы Тверской области. Извлекали женщину? Женщина как, серьезно пострадала? Женщина пострадала, у нее, похоже, повреждена рука. Валер, что еще повреждено у нее? Ключица. Ключица рука. Разбили лобовое стекло, извлекли женщину, перевожили в скорую. Около 10 часов утра на улице Димитрово произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса не справился с управлением, совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП пострадало три человека, тяжелых пострадавших нет. В рамках проведенной первоначальной проверки установлено, что водитель покинул свое рабочее место, убежал с места дорожно-транспортного происшествия. В настоящий момент осуществляется рост водителя. Маршрут принадлежит, эксплуатируется одним из предпринимателей, у которого достаточно большое количество транспортных средств. Однозначно в ближайшее время начнутся проверочные мероприятия в отношении данной организации, которая принадлежит автобусу. Спросить у водителя, как и почему так получилось, нам не удалось. Водитель паза скрылся в направлении поселка Литвинке. Говорят, пассажиры оказали водителю первую медицинскую помощь, и он сразу же ушел. Первый раз вот там кинул, вырву, потом через раз здесь. Именно из-за гололеда? Да, нет. За ту. За ту. Надо сделать. С боковой ветер. В связи с тем, что местное ДТП – это открытое место, произошло обледенение дорожного покрытия. Дорожной обработки в настоящий момент здесь не было. Рассматривается вопрос о возбуждении дела в административном правонарушении в отношении собственника дороги. Дорога этим утром действительно была покрыта слоем льда. Но согласно пункту 10.1 правил дорожного движения, водитель обязан учитывать при движении состояние дорожного покрытия и погодные условия. Но, видимо, не учел. Спустя несколько часов, когда мы встретили водителя в ГИБДД, куда его доставили после задержания, ответа на наши вопросы мы так и не получили. Вы были за рулем, да, маршрутки? Я по-русски говорю плохо. Это переводчик, это камера. Я понимаю. Нет, подождите, подождите. Вы руками это не трогаете. Руками трогать не надо. Подождите, вы скажите, вы попали в аварию сегодня? Авария – слово знаете? Да. Да. Почему вы ушли с места? Почему? Это машина, камера есть. Видеорегистратор есть, да, вы хотите сказать? Там все видно, да? А почему вы не остались на месте-то? Куда вы пошли? Это первое, что есть, это авария. Я говорю, нету, плохо. Нет, как аварии нету, вы хотите сказать? Не было аварии? Я вас просто спросила, почему вы ушли всего лишь навсего? Ну, если вы плохо говорите по-русски, как же вы тогда за рулем маршрутного такси работаете? Аварии с маршруткой заинтересовались сотрудники регионального следственного комитета. С целью установления всех обстоятельств произошедшего, изложенных в средства массовой информации, следовательно, Заволжского межрайонного следственного отдела города Тверь, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Продолжение следует...